представь чувство давудова когда он видит как его дети шнурят перед детьми кадырова долго ли ты будешь это терпеть ему ты знаешь я думаю для него не так сложно видеть как дети шнурят детям кадырова потому что он-то сам всю свою жизнь шнурит кадырова для него сложно понимать что теперь он должен шнурить детям кадырова вот что для него реально сложно он может быть вы рассуждаете не по справедливости и объективно по национальному признаку и вероисповеданию поэтому вы также нечестны как и все кругом все говорят как удобно и какие есть предпочтения ну возможно ты и прав я и не претендую на какую-то справедливость в поем понимании аноним ассаламу алейкум брат тумсо как ты думаешь путин сказал лорду ты будешь мне нужен так как он это говорил рамзан рамзику раньше варик масляно но видео свидетельства такого у нас нет как случае из кадырова но не исключено что он не мог конечно такое сказать я думаю иуда очень ждет этих слов ему он прям грезит тем чтобы прийти власти чечне занять место вы знаете если когда я уезжал почти 10 лет назад 9 лет назад если на тот момент расклад сил в республике был расклад сил я имею ввиду в этой кадыровской иерархии вывод кадыров и был скажем делим ханов иудов был ислам кадыров на тот момент в общем ряд именитых таких кадыровских чиновников и они каждый из них в этой иерархии занимал определенное место и был таким авторитетом то есть мы ведь понимаем что это не просто один человек а за каждым человеком стоят какие-то люди его родственники его личная охрана кортежи еще на тот момент выглядело вот так мы говорили тогда вот есть иудов делим ханов помимо кадыров я имею ввиду есть ислам кадыров есть вот такой-то министр уже какой-то там значимый тип то за 9 лет ситуация изменилась настолько что теперь там есть кадыров есть один сын кадырова второй сын кадырова дочка дырова вторая дочка дырова племянник кадырова понимаете насколько вот эти фамилии делим ханов иудов и прочие они вообще ушли с повестки их нам больше нет то есть сейчас вся вся суть кадыровской чечни вся суть этой власти она теперь чисто на кадырове его детях и ближайших родственник они теперь эти авторитет это они теперь контролируют все финансовые потоки а те фамилии которых мы говорили они сейчас где-то на задворках находится и хоть они никогда конечно не подадут нам с вами вида но вы вы можете поверить на слово на насколько эта ситуация эта ситуация их настолько удурчает когда делим ханов или иудов люди бывшие где-то на очень высоких позициях этой иерархии когда они сегодня сталкиваются с ситуацией что и может позвонить молокосос кадыровский 16-17 лет и например сказать вот этот объект твой я имею это контролируется 8 твой человек вот этом к объекте ну да все теперь это доставлю своего и он он не может ему сказать нет так не пойдет не может понимаете он должен свой язык засунуть себе неприличное место свое мнение засунуть туда же свои обиды свои эмоции все все это засунуть таскам скомпоновать и сказать конечно никаких проблем адам или амад или айла или там айшат например одежат неважно любая фамилия кадыровской амзат он может любому позвонить и вот и и нельзя им сказать нет а подожди я подумаю допустим такого ответа быть не может понимаете это же это ведь настолько унижает этих людей привыкших к тому что перед ними все лебезят все их боятся все лимничают подлизываются какие-то молокососы и мало того что молокососы на них то это не останавливается какой-то другой молокосос просто находящийся рядом с сыном кадырова он может позвонить кому-нибудь условному заместителю например иудова или делимханова или его личному охраннику его сыну его племяннику кому угодно позвонить и дать ему конкретные указания или например сказать давай вот там то там то я видел что-то у вас какие-то свои интересы оттуда быстро убираетесь потому что это шефа дустума система или это вот ахмеда тема или тема это вот айшат сказала чтобы вы эту тему оставили и все и они вот как я ранее сказал и все все это скомпонует свое неприличное место себе положат и удаляться в освоясь поэтому это очень тяжелая для них эмоционально давящая на них ситуация и не дай потянет почему я бы не дай бог дай бог оборот но для для кадырова кадыру конечно же будет говорить не дай бог чтобы иудова сделали ставку он их он их пух и прах там всех разнесет ни одного человека с фамилии кадыров там каких-то значимых позициях не останется и они это прекрасно знают они могли это видеть на примере с афганистан когда рухнул я конечно другой совершенно пример но даже даже такие моменты или например с казахстана вот казахстан более хороший пример как помните назарбаев такая вроде поначалу это был настолько подконтрольный назарбаев у человек казалось что назарбаев находится в домике он своего преемника за поставил он еще будет им управлять вот так казалось но как только такая пришел к власти как он все это быстро поменял так он быстро разнес назарбаева как он его сделал из него просто пенсионера сидящего где-то там у себя на даче и это то что произошло в казахстане это ведь очень мягкий сценарий если у кадырова такое получилось он был бы наверно не счастлив но как казахстане вряд ли получится представь чувство давудова когда он видит как его дети шнаряд перед детьми кадырова долго ли ты будешь это терпеть ему ты знаешь я думаю для него не так сложно видеть как дети шнаряд детям кадырова потому что он-то сам всю свою жизнь шнарит кадырова для него сложно понимать что теперь он должен шнурить детям кадырова вот что для него реально сложно он может быть роль вторых там ли третьих для своих сыновей он бы ее посчитал бы даже почетной не считает наверно но для себя для него это любом случае обижаете такая такое положение ему не по душе и не только ему там то есть еще и делим ханов еще ряд других людей просто вы если у вас есть какие-то вот контакты живущих дома людей то наверняка вы знаете что сейчас вся вся тема крутится вокруг вот этих детей то есть они теперь всех там задолбали кортежи каждый кортеж это по-любому какой-то ребенок кадырова его дочь его сын его племянник какие-то их друзья компашки они теперь только они теперь везде разъезжают остальных теперь никто и не видит не уважает они ушли на какие-то десятые планы теперь все зиждется крутится вот вокруг этой кадыровской огромные семейки и у них еще там на подходе понимаете а мы не так что как с путиным допустим он умрет все ждут его смерти и там непонятно что дальше а здесь то наоборот здесь еще целый целая команда подрастает и все их все тоже нужно будет куда-то обустраивать у них у каждого также будут какие-то должности свои кортежи они тоже будут ездить на концерты они будут танцевать у них будут свадьбы у них тоже будут друзья их команды вы представляете насколько это проблемно для обычных людей и понятно что никто из них не не поедет воевать украину томса раньше ты часто появлялся на дожде теперь вовсе перестал появляться скажи это по причине своей позиции по израиле ты им отказываешь верно я не сомневаюсь просто что это именно ты отказываешь на самом деле это именно так потому что после того как они явно начали заниматься пропагандой израильской просто не хочется даже чтобы твой фейс светился просто неприятно если бы они если бы они освещали бы события хотя бы как азербайджана армянскую войну вот помните как они освещали эту войну у них был человек василий полонский по моему полонского меня был нас значит в азербайджане оттуда вещал прямые включения делали и у них был был другой корреспондент по моему даже не менялись на стороне ну то есть в армении и они включали того включали этого и явно было видно что находящиеся в армении он у него это про армянская позиция а находящийся в азербайджане имел более такую про азербайджанскую позицию но это это было хотя бы объективно нам давали и это мнение это и когда даже ведущий допустим имел явно какие-то симпатии к армении но все равно за счет того что они давали слово полонскому с такой явно про азербайджанской риторикой ты у тебя не возникало вот этого ощущения что они занимаются пропагандой но это и действительно они не занимались они давали тебе это это мнение это вот какое-то такое честное освещение событие было но когда по израилю они начали просто заниматься голимой пропагандой такой же как какой занимаются на первом втором и нтв в россии это честно говоря очень неприятно поэтому даже не хочется чтобы твой фейс там светился вы рассуждаете не по справедливости и объективно по национальному признаку и вероисповеданию поэтому вы также не честны как и все кругом все говорят как удобно и какие есть предпочтения ну возможно ты и прав я и не претендую на какую-то справедливость в твоем понимании то есть и вопрос справедливости он он тоже у каждого свой абсолютно субъективный и в этом ты прав то что для меня то есть смотри есть некая база то мы считаем справедливостью и если я как мусульманин для меня справедливость она зиждется на одних устоях исламских то для тебя она будет зиждется там на где-то других и поэтому у нас с тобой даже сама справедливость может быть раз но я и не претендую на то чтобы все все кто зайдут на этот канал посмотрели и сказали вот это справедливо возможно многим не понравится то что я говорю и под кажется несправедливым и возможно их системе ценности и справедливости это будет несправедливо для них на меня это естественно будет справедливо но смотри разница между мной и телеканалом том что я Я-то и не претендую на какую-то объективность. Я-то являюсь блогером, я обещаю своё мнение, своё видение. А телевидение, журналистика, она обязательно должна соответствовать стандартам журналистской этики. И они не могут, если они журналисты, они не могут с одной стороны подавать информацию. Тогда они должны, как и я, называться блогерами. То есть они являются пропагандистами. Если ты не объективно освещаешь, то есть не ты как личность, а канал освещает не объективно, а подаёт информацию так, как выгодно одной стороне, то они являются пропагандистами. Так же, как и российские журналисты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok